Тех, кому президент передал приличные встречи зеленую папку и временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антона Лиханов, самый молодой руководитель российского региона. В последнее время на ответственных постах появилось много новых лиц и на федеральном уровне и в регионах. Прорывные идеи, творческий подход востребованы везде. В госуправлении, на производстве, в науке и искусстве. Кирилл Брайнин продолжит тему. Вальс Арама Хачатуряна в исполнении молодежного симфонического оркестра. Концерт завершил очередную смену форума Таврида. Позади часы и даже дни репетиций. Это у музыкантов, у режиссеров мастер-классы, у художников новые проекты. Я сам для себя узнал столько интересных вещей от вот этих молодых ребят. И, конечно, это для них так же интересно, а возможно еще и больше, потому что они находятся в этом реальное применение своим силам. Они начинают сотрудничать друг с другом, помогать друг другу, учиться друг у друга. И это, наверное, главное, что они получают здесь. Творческая команда страны под этим названием прошла неделя на берегу Черного моря и запомнилась не только десятками интересных идей, но и разговором с главой государства. Ответы на любые вопросы. Но был среди них один, который как будто вертелся на языке у каждого здесь. Эти молодые ребята уже добились многого и хотят больше доверия. Может быть, можно создать молодежный комитет по культуре, который бы предлагал или советовал назначение на руководящие должности тех или иных выпускников Тавриды, которые уже могут и хотят. Потому что у нас есть уже видение, как стоит, куда стоит идти. Дима, во-первых, я согласен с вами в том, что нужно продвигать молодых людей. Если вы обратили внимание, вот за последнее время, за короткое последнее время у нас на уровне руководителей регионов появилось очень много молодых людей. Молодых, которые уже себя зарекомендовали, поработали в различных отраслях, добились результата. И они сейчас, многие возглавляют, я надеюсь, вот сейчас выборы пройдут, за них люди проголосуют, я во всем случае, я надеюсь на это, и возглавят регионы. Ну что, 3-4. Губернатор на турнике, картинка, мягко говоря, нетипичная, но, похоже, только не в Калининграде. Спорт, уверен Антон Алиханов, дает энергию. Ну, думаю, для разминки достаточно. Вполне. Андрея, я хотел сказать, я первый раз общаюсь с губернатором, который меня младше. Вы 86-го года? Да, мне 30, пока. Скоро будет 31. Мне 38, значит, 8 лет разница. Вот скажите, каково это быть самым молодым руководителем региона в России? Ну, каких-то суперособенностей я не вижу. Ну, может быть, какой-то небольшой особенностью для молодого губернатора является отсутствие особого пиетета к системе. То есть возможность нарушать какие-то бюрократические традиции чиновничьи в пользу эффективных решений, каких-то более быстрых, понятных, может быть, более простых, но более эффективных. На площадке воркаута, тоже, кстати, молодежное название, молодой губернатор – частый гость. Возраст, говорит Антон Алиханов, в работе не главное. И команду он подбирал все-таки не по принципу клуба «Кому чуть за 30». Важнее профессионализм и еще способность найти середину между уважением к опыту старших и доверием к идеям нового поколения. Знаете, как сказал, по-моему, Бернард Шоу сказал относительно того, что молодежь – это те, кто правит миром, когда состарятся. И в этом особый смысл, наверное, потому что, конечно, молодежью нужно заниматься, уделять ей большое внимание, потому что те ценности, которые закладываются в этот период, они, собственно говоря, будут у тех людей, которые придут когда-то к власти, которые возьмут образды правления и будут управлять нашей страной, нашим государством. Поэтому, конечно, молодежь должна получать возможность для реализации во всех сферах. Антон Алиханов сейчас исполняющий обязанности главы региона. 10 сентября выборы – экзамен на право избавиться от приставки ИО. Такой же предстоит сдать и губернатору Севастополя. По кабелю когда мы решаем вопрос? По кабелю сейчас на процессе уже согласования с электросетями. Утро выходного дня начинаются на стройке. Здесь будет новый детский сад. Дмитрию Овсянникову чуть за 40. За спиной работа в Министерстве промышленности, а до этого участие в программе «Кадровый резерв». Это один из тех социальных лифтов, который позволяет не потеряться на ступеньках карьерной лестницы. В политике, впрочем, только на одном опыте управления, говорит Овсянников, далеко не уедешь. Я работал в реальном секторе экономики, и многие задачи решались намного быстрее. Политика же – это искусство компромиссов. И я считаю, что нам пора убирать все разногласия в нашем любимом городе и сделать Севастополь лучше. Мы должны вместе, засучив рукава. Что для этого нужно, подскажет и опыт, и, конечно, жители города. Во дворе пожалуются на компанию, которая занималась благоустройством, и попросят новую детскую площадку. В масштабе города таких вопросов сотни, и решения далеко не всегда на поверхности. Но главное, уверен Дмитрий Овсянников, правильный настрой. Если ты настроен на изменение ситуации к лучшему, если ты имеешь четкий продуманный план работы, если ты смог взять то лучшее, что делается в других субъектах Российской Федерации, то, конечно, то, что сейчас происходит, назначение молодых новых руководителей – это своеобразный тренд, это возможность более планомерно и быстрее двигаться к намеченной цели. Будьте счастливы, чтобы у вас все получилось. Спасибо. А мы будем стараться, чтобы... Ну, я надеюсь, нам детей растить, хотим, чтобы город был красивый. Все будет хорошо, давайте. Спасибо. Губернатор Тульской области уже прошел политические огонь и воду. На выборах он победил. Теперь нужно выполнять обещания. Красивый город, о котором мечтает не только невеста, но и тысячи других жителей Тулы, для Алексея Дюмина – не просто проект. Реконструкцию набережной под стенами Кремля он называет восстановлением исторической справедливости. Мы хотим воссоздать исторический центр нашего города, новый облик сделать, сделать комфортную зону отдыха для наших туляков, для гостей, где будут маленькие гостиницы, где будут музейные комплексы. Проект масштабный. Честно говоря, когда мы за него брались, были какие-то сомнения. Но глаза боятся, руки делают. С этим девизом Алексей Дюмин, похоже, и шел в политику. И хоть он и самый старший в новом губернаторском призыве, ему 44, признается – было непросто. И привыкнуть к публичности, научиться отвечать на порой неудобные вопросы и, наконец, понять, как важно обращать внимание на тех, кто, кажется, вчера еще сидел за школьной партой, а сегодня уже способен предложить решение, до которого старшие товарищи почему-то не додумались. Мы, со своей стороны, в нашей области тоже уделяем большое значение и внимание нашей молодежи. И когда создавалась программа социально-экономического развития, были созданы экспертные группы, и в эти группы входила наша молодежь. И я, когда с ними общался, порой удивлялся их нестандартным решением, теми вопросами, которые они поднимали. У них очень много интересных идей. И мы их берем тоже, мы их слышим, мы их берем на вооружение, мы с ними находимся в постоянной диалоге. И это очень важно, чтобы наша молодежь чувствовала внимание, заботу, и была с ними обратная связь. На форуме в Тавриде идеи и внимания к ним было, кажется, с избытком. Лучшие проекты получают гранты от 100 до 300 тысяч рублей, как, например, вот этот яркий автобус для детей. И поиграть, и чему-нибудь научиться. Проезжаем два поселка в день, 25 сел в месяц охватываем, больше 700 детей в месяц. То есть совсем-совсем кутора, такие отдаленные, совсем дальние. Да, используем 300 тысяч. Краснодарский край, Кулькирский район, 300 тысяч грант Тавриды и миллион рублей президентский грант. Спасибо. Помогает? Очень спасибо большое. Благодаря гранту появилась и эта гончарная мастерская в Ростове-на-Дону. Здесь работают те, кто или не видит, совсем или едва различает очертания предметов. Но их руки чувствуют, как появляется форма, будь то чашка или кувшин. А зрячие потом видят результат и готовы помочь стереть границы между привычным миром и слепотой. Потому проект и называется «Твоими глазами». С этой идеей Мария приехала на форум «Территория смыслов» и получила поддержку. Это стимул своеобразный. Это подтверждение тому, что то, что мы делаем, это нужно не только людям, для которых мы это делаем, но и государству. Оно поддерживает нас, и нам это очень и приятно, и полезно. И знак того, что мы движемся в верном направлении. Даниил из Владимира тоже был на территории смыслов и получил грант на проведение чемпионата по киберспорту. А его тезка из Питера предложил проект медицинский. И сопоставление данных томографа с дополненной реальностью. В процессе операции инструмент заливает кровью, и на камере не видно, что именно происходит вообще. И за счет дополненной реальности показывать стенки оперируемого органа, и тем самым хирург будет всегда в курсе, что он на самом деле режет. Для презентации Даниил использовал игрушечного тигренка, проглотившего батарейку. Операция, по его словам, прошла успешно. Тигренок в каком-то смысле стал и символом форума Таврида. Игрушку, сделанную руками воспитанников Крымского центра для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, президенту подарила Яна Пойманова. Девушка не просила ни помощи, ни грантов. Сюда, впрочем, вообще едут совсем не ради денег. Общение и опыт, говорят участники, вот что действительно бесценно. Эта коммуникация помогает в дальнейшем реализовать свои проекты, где-то даже без каких-то больших затрат средств финансовых. Это самое главное, потому что вся страна, вся творческая молодежь, она сконцентрирована здесь, и только подходи, знакомься и, в общем-то, делай совместные проекты. Проекты рождаются буквально на глазах. Те, кто наблюдает со стороны, говорят, такой энергии можно только позавидовать. И у этих ребят, даже губернаторам, есть чему поучиться. Очень важно, чтобы они чувствовали себя сопричастными тому, что происходит, вот тем каким-то реформам, новым инициативам нашим, и мы чему-то у них учимся. Я сам, честно говоря, не успеваю, вот с ребятами общался в IT-школе нашей местной, и понимаю, что ребята в 9-10 классе уже давным-давно меня опередили, и даже я, несмотря на то, что я самый молодой губернатор, просто не успеваю за их темпом. И это, наверное, отчасти хорошо. Я, конечно, не очень рад этому, но, смотря на них, верю в то, что у нашей страны великое и светлое будущее. Будущее, которое молодые люди порой представляют куда яснее, чем старшее поколение. И уличный музыкант на мосту в Калининграде, и участники форума Таврида. Всем им важно, чтобы их слышали и не отмахивались уже сейчас, в настоящем. Кирилл Бранин, Наталья Голуб, Павел Рудаков, Роман Хроленко, Андрей Брокос, Валерий Жичкин и Александр Горностаев. Первый канал. В Краснодарске.